В эфире телекомпания Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы. Я Татьяна Захарян. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. Несмотря на то, что курортный сезон уже подошел к концу, городской голова решил, что самое время озаботиться состоянием одесских пляжей. Одесса утопает в мусоре, сквер на улице Канатной не убирается более месяца. Около 500 первокурсников Одесской военной академии приняли присягу на верность народу Украины. Ценители классической музыки ждут на третьем ежегодном фестивале искусств «Бархатный сезон» в Одесской опере. Лето подходит к концу, а погода минимально способствует нахождению на пляже и принятию солнечных ванн. И тем не менее, городская власть посчитала, что сейчас самое время заняться проблемами пляжей, в том числе и их доступности. К концу курортного сезона, когда спала жара, вместе с которой спало и количество отдыхающих на Одесском морском побережье, наш городской голова не нашел ничего лучшего, как озаботиться проблемами одесских пляжей. Провести анализ и доложить о соблюдении субъектами предпринимательской деятельности и условий договора в аренду и бюджетных сооружений, включая согласованные с органами ГСЧС меры по обеспечению противопожарной безопасности. По мнению городского головы, негодники-арендаторы совершеннейшим образом игнорируют все праведные требования Одесской мэрии. Ну там, занимают песок под летние площадки и сильно платные шезлонги. При этом, несмотря на заботу одесских городских властей и нуждах простого, в смысле небогатого народа, не оставляют песочка для тех, кто предпочитает бесплатную подстилку. Как сообщает издание Избирком, ориентатор пляжа у причала номер один, по словам мэра, не предоставил вообще зоны для бесплатного отдыха, несмотря на то, что правила, утвержденные городским советом, предписывают ориентаторов обеспечить зоны предоставления бесплатных услуг в размере не менее 30% от арендуемой площади. Пляжный комплекс от Рада Бич предоставил менее 10% для бесплатного отдыха. Арендаторы пляжа от Рада также не выделили места для бесплатных услуг. Пляжный комплекс Либерти обеспечил 20% свободной территории. Пляжный комплекс Мантра не обеспечил свободное от предоставления платных услуг территории, так же, как и Портофина. На пляжах Аркадия и Така доступны для бесплатного отдыха менее 20% арендуемой площади. Правда, удивительно? Как вы об этом знали? Вы, да, а городские власти, которые, собственно, и обязаны заниматься тем, чтобы подобного безобразия не было, почему-то этого совершенно не делают и не знают об этом. И только к концу курортного сезона вдруг волшебным образом прозревают. Да, то ли у наших властей с головой не все в порядке, то ли эта голова и на своем месте находится. Уже, мои коллеги, я скажу, чтобы вы не читали долгом. Проверены, провели проверки, и у нас здесь 11 объектов предпринимательской деятельности допускают нарушения. Вас лично и КП побережья, где у нас, и вас прошу, вы состыкуйтесь, пожалуйста, проведите совещание, я прошу, Андрей Иванович, вас попрошу, о том, чтобы вот эти люди, которые решили, что им не писаны правила и закон, я думаю, что мы это учтем при разработке новых правил пользования пляжей, которые будем принимать и обязательно примем в кратчайшие сроки. Последнее утверждение звучит вообще волшебно, ну хотя бы просто, потому что кратчайшие сроки и правила пользования пляжей вроде как принимаются последние года три. Ну, в общем, все время, что у руля, так сказать, власти находится сам Геннадий Труханов. Совпадение? Не думаем. Я жду после завершения сезона ваши вдумчивые предложения, разработанные на бумаге, по всем объектам, которые вы показали и не показали сегодня. Потому что со мной сложно в этом деле, наверное, соревноваться, потому что я родился в Одессе, практически все эти траверсы, пирсы знают. То мне неинтересно, что на каждом из них будет происходить, какое и как они будут приводиться в порядок. В общем, наша сказка хороша, начиная сначала, в том смысле, что о курортном сезоне наша мэрия думает исключительно тогда, когда не только думать, но и действовать уже несколько поздновато. Он уже заканчивается. С другой стороны, гарантии того, что то же самое не приключится с курортным сезоном следующего года, никто не дает. Да и не надо. Видимость, забота о гражданах соблюдена. Пригород Одессы, курортное село Фонтанка, сползает в море. Очередной масштабный оползень произошел на Прибрежной улице. Пострадавших пока нет, но опасность грозит жителям всех домов, находящихся поблизости от склона. Обвалилась часть берега в районе улицы Леси Украинки. Как считают местные жители, одна из главных причин оползней – отсутствие централизованной канализации. Сточные воды размывают глинистый грунт. Коммунальные службы в пожарном порядке отключают инженерные коммуникации, газ, водопровод и электричество. Оползневоопасный участок земли на побережье еще в начале 2000-х годов был сдан в аренду частной фирме с условием проведения берегоукрепительных работ. Но финансовое состояние арендатора не позволяет выполнить обязательства. Немногие действительно знают о существовании сквера с названием «Ботанический треугольник», который расположен на пересечении улиц Канатной и проспекта Гагарина. Но, к сожалению, этот маленький зеленый островок, который, к слову, находится недалеко от Приморской районной администрации, выглядит удручающе. Как бы то ни было, сквером «Ботанический треугольник» можно назвать едва ли. Ни дорожек, ни тропинок, ни фонтанчика. Да вообще, кроме некогда красивой зеленой зоны и нескольких скамеек тут ничего нет. Разве что один образец садово-парковой культуры, именуемой «Зеленая планета». Таких, к слову, в городе сохранилось немного. Построены они были в 70-х годах прошлого столетия. В этом уютном местечке часто собираются люди, студенты, местные молодежь, офисные работники из ближайших бизнес-центров. И объяснить, почему состояние сквера настолько неухоженное и ужасное, кроме как бездействием коммунальщиков, нельзя. Повсюду разбросан мусор. Возле каждой скамейки, по всему газону валяются бутылки, стаканчики, пищевые отходы. Все это выглядит как-то дико на фоне нового построенного бизнес-центра и как бы облагороженной рядом территории Одесской областной государственной администрации. Почему данную территорию не приводят в порядок, абсолютно неясно. Что касается туристической привлекательности, то нам даже удалось пообщаться с иностранным гостем города, который был возмущен, увиденным в Одессе. Ну, если честно, полностью про Одессу, если я скажу, не то 2017 года. Надо лучше и лучше в этот город, потому что этот город – центр бизнеса в Одессе получается. Именно центр Одессы, где ждет вокзал, там ужасные дороги. Как это можно в 2017 году, а бизнес-центр, который в Украине, город Одесса, такое состояние. Мне просто очень жаль. Но мусорная свалка, в которую превращаются постепенно сквер – это далеко не все. Ни один фонарь, к сожалению, тут не горит. По вечерам и ночью эту парковую зону уже привычной для Одессы облюбовали бездомные. Здесь, в кустах, они обустраивают себе ночлежки. И не только ночлежки. Как можно увидеть по обилию туалетной бумаги, разбросанной в кустах, бомжи ходят сюда справлять нужду. Сразу несколько вопросов и к Приморской районной администрации, которая находится буквально по соседству. Неужели сквер, находящийся на муниципальной земле в Приморском районе, должен выглядеть, как заброшенная городская помойка? Вечно тут сидят алкаши, сорятки и не алкаши, даже пьют кофы вот отсюда. Никто ничем не знает. Абсолютно. На администрации вот рядом, выгляните в окошко, проходите мимо, сделайте хоть что-то, абсолютно никого это не интересует. Когда же они у себя, вон, областная, возле себя, сзади, вон, плиты лежат, сорняки, то, сё, розари пропали, поливни разворовали, розы повыкапывали. Ну, это же, ну нет хозяина, ну что сделаешь? Вот здесь уже месяца полтора никто вообще ничего не убирает. Мы у себя, кстати, вот прямо живем в этом доме, мы у себя сами убираем. Ни в город, ни к мы сами. Получается, раз хозяина в городе нет, а есть только безхозяйственник, то одесситы вынуждены самостоятельно убирать на муниципальной земле. Вот это интересная мысль. Хочешь погулять в чистом парке, приди и убери место для прогулки. И поспиливай ветки аварийные. Хочешь погулять на чистой детской площадке, то приди и убери площадку. И так везде и во всем. В нынешней Одессе. Одессе, где городская власть занимается исключительно казнократством. Денис Шацила, Андрей Терещенко, Телеканал Круг. Пока на Донбассе идет война, страна готовит своих защитников. Первокурсники Одесской военной академии, одного из главных вузов системы образования Министерства обороны Украины, приняли присягу на верность народу. Присягу приняло около 500 курсантов. Если в мирное время в академию поступали учиться военному делу, чтобы применить знания в случае необходимости, сегодня эта необходимость стала суровой реальностью. Військовая присяга – это верность украинскому народу. Отдать за Украину душу, стоять за ней всем сердцем. Для меня это очень большое святое. Я с детства мечтаю стать войсковым. У меня больше семьи войсковых – это покликание для меня. Перед присягой все первокурсники прошли первое испытание. Две недели осваивали технику передвижения на поле боя, учились стрелять из автомата и гранатомета. Кто выбирает військовую профессию, то ему нужно сначала физически подготовиться, а потом морально себя на это налаштовать. Потому что легко не будет, но целиком возможно. Более половины первокурсников уже служило в армии по контракту. Около сотни воевало в Донбассе. Опыт ведения современных боевых действий используется в программе обучения курсантов. Во время праздничных дней в Одессе произошло 83 дорожно-транспортных происшествия, в 15 из которых пострадали люди. Патрульной полиции города было выписано более тысячи штрафов за нарушение правил дорожного движения. За минувшие сутки в Одессе произошло сразу несколько аварий. На улице Академика Королева произошла дорожная авария с участием пешехода. По предварительной информации водитель троллейбуса совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия женщину доставили в медицинское учреждение на диагностику. На Перегрёвске проспекта Добровольского и улицы Давида Ойстраха произошла дорожная авария с участием мопеда. По предварительной информации водитель двухколесного транспортного средства не передоставил преимущества в движении автомобиля Рено и совершил стыкновение с ним. В результате водители женщины-пассажиры мопеда получили травмы. Пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Незаконное производство алкоголя в Одессе остается выгодным и распространенным видом бизнеса. Полиция и прокуратура регулярно сообщают о проведении успешных операций против подпольных предпринимателей. На место одних приходят другие. Сотрудники областной прокуратуры и полицейского управления защиты экономики накрыли цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции в Суворовском районе. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, изъято полторы тонны спиртосодержащей смеси, оборудование для производства фальсификата, пустая тара и травматическое оружие с патронами. В рамках уголовного производства следственное управление полиции начало досудебное расследование. Одесса еще раз подтвердила звание культурной столицы. Горожане и гости города смогли побывать на необыкновенном по своей красоте и музыкальной насыщенности концертах Ассоциации гармонистов Украины. Лучшие музыканты со всех областей нашей страны выступили в Одесском 411-м военном клиническом госпитале, где сейчас находятся на лечении в том числе бойцы из зоны АТО, а также порадовали концертами жителей двух районов Одессы – Малиновского и Суворовского. Одесский военный клинический госпиталь номер 411, где сейчас находятся на лечении нескольких десятков ребят, вернувшихся из зоны АТО, стал местом проведения в нашем городе выступления музыкантов общественной организации Ассоциации гармонистов Украины. Госпиталь выбран не случайно везде. Сейчас на лечении находятся десятки наших ребят из вооруженных сил Украины, в том числе побывавших в АТО. Лучший виртуоза этого, пожалуй, самого народного среди инструментов и самого любимого инструмента среди народных гармоний привезли в наш город потрясающую музыкальную программу «Волшебная гармония Украины». А стало это возможным благодаря Аграрной партии Украины, которая, как никакая другая политическая сила нашей страны, понимает, что пришла пора возрождать не только экономику нашего государства, но и духовность, тем более, когда Украина переживает нелегкие времена. Аграрная партия всегда была с народом, и сегодня у нас, вы знаете, беда, в стране у нас идет война, у нас гибнут парни молодые, очень много раненых, и эти раненые сегодня лечатся в Одесском госпитале. Гармония всегда была с людьми, она жила и разделяла все тягости и походов, и тягости горя, и радости, и всегда она поднимала настроение, поднимала людей. Перед началом концерта – небольшая репетиция. Всего же в концертной программе принимают участие представители 24 областей Украины и, конечно, столичный Киев. Многие уже взрослые люди с большим стажем, они играют в разных музыкальных школах Украины и преподают. Тут есть некоторые ребята, которые выступают и ездят с концертами по Украине. И мы смогли объединить их, смогли собрать, и они откликнулись. Единая Украина с одной на всех народной душой заключенной в этом прекрасном инструменте – гармонии. Ведь эта музыка лечит не только от физических, но и душевных ран. ПЕСНЯ Если человек талантливый, он будет играть. Я бы хотел, пользуясь случаем в телевидении, всем сказать, что если у кого-то есть какие-то проблемы, бывает, там расстроился, или жена бросила, или наоборот, он должен обязательно обратиться к гармонисту, и душа его будет на месте. Ну как тут было устоять, или тем более усидеть на месте? Тут и душе, и телу хотелось пуститься в пляс, но ведь в этом и заключается волшебная сила искусства – народной гармонии. Чем хороша гармония? Наверное, тем, что она с народом, и все ее любят. Лично я влюблена просто, особенно когда они так все вместе, и репертуар у них такой. Мне очень нравится. Мне нравится, потому что она нежная и красивая. Мне нравится гармонь, мне нравятся такие красивые песни и смешные. Но Одесский военный госпиталь был не единственным, где в этот день звучала волшебная гармонь со всей Украиной. Ведь аграрная партия подготовила сюрприз не только военнослужащим, и их близким, но и многим одесситам. Кинотеатр – Москва. Тот же день стал местом проведения праздничного концерта Ассоциации гармонистов Украины для жителей Малиновского района. Нам нравится фольклорная музыка, баянисты, танцы. Мы для этого и пришли сюда, чтобы посмотреть. Пришли послушать, как бы баянисты всегда были связаны с село, с городом. Нам это очень нравится. Одесситов не могли не тронуть внимание, оказываемое им аграрной партией Украины, Одесской, городской и областной организациями. Тем более, что для большинства собравшихся весь представленный репертуар был хорошо знаком и напоминал такую далекую, такую близкую юность, что, конечно, не могло не сказаться на их приподнятом настроении. Конечно, и на здоровье, и на настроение, конечно, это очень хорошо. Я хочу от всех надпенсионеров сказать большое-большое спасибо организаторам этого мероприятия. Мы пенсионеры, мы хотим иногда какое-то развлечение. Это все-таки аграрная партия проводит, так? Поэтому я надеюсь получить хороший закал на будущее. Впрочем, приятно и музыкально провести время – это не все сюрпризы, которые подготовила для жителей нашего города и области аграрная партия. Хоть немного поднять настроение. В наших планах также поддержка продуктами питания, которые выращены аграриями на Одессе. То, что касается других мероприятий, это будут уже общегородские мероприятия. Это и ярмарки городские, которые мы будем проводить по сельскохозяйственным продуктам. Сразу после выступления в Одессе Ассоциация гармонистов собирается покорить и жители области. Уже запланированы концертные программы в Беляевском и Коминтерновском районах, а также на День города в Суворовском районе. Это тоже подарок аграрной партии. Так что всех, кто соскучился по настоящей музыке, добро пожаловать. Ведь по примеру аграриев можно сказать, что тот, кто умеет работать во всю силу, тот умеет отдыхать со всей душой. Ценители классической музыки ждут на третьем ежегодном фестивале искусств «Бархатный сезон» в Одесской опере. С 8 по 17 сентября состоятся оперные и балетные спектакли, выездные концерты и лекции по истории музыки. Организаторы представили программу фестиваля. Третий «Бархатный сезон» посвящен знаменательной дате. 1 октября исполняется 130 лет со дня открытия нынешнего здания театра – памятника архитектуры мирового значения. Откроется фестиваль 8 сентября концертом произведений отечественных композиторов «Украинские шедевры на все времена», посвященным 175-летию со дня рождения Николая Лысенко. Как и в прошлые годы, будут представлены все премьеры последнего сезона. Это спящая красавица Чайковского, это паяца и сельская честь, это балет судьбы и два голоконцерта балетный и оперный. Долгожданной для меломанов премьерой станет «Ангейзер». Даже в концертном исполнении эта опера сохраняет свое мистическое воздействие. Вагнер обладал и обладает, потому что когда он звучит, он жив. Совершенно необыкновенным свойством. У него получилось, объединяя свои звуки и выстраивая свою партитуру, свою гармонию и мелодию, влезть в подсознание человеческое. То, что самое ценное, я думаю, не только в искусстве, но и в человеческой жизни. Вместе с одесской балетной труппой выступят гости. Они исполняют центральные партии в премьерной постановке «Спящая красавица». Это солисты, которые представляют украинский балет на многих мировых сценах. Это солисты национальной оперы «Кухар», «Катерина», «Сергей Кривоконь», «Мацак», «Наталья», «Стоянов», «Александр». Мы ждем гостей из Большого. Это Диана Косарева и полюбившийся артист и хореограф Андрей Меркурьев. Ведущие музыковеды страны проведут интерактивные лекции перед началом спектаклей «Тангезер», «Сельская честь», «Паяцы» и «Судьбы». Программы нынешнего года выходят за рамки театрального зала. В военно-медицинском клиническом центре Южного региона ведущие солисты театра исполнят популярные произведения оперной и балетной классики. 16 числа в Литературном музее при участии солистов театра и хора благотворительного фонда «Баварский дом Одесса» пройдет концерт, посвященный 130-летию построенного австрийскими архитекторами театрального здания. Фестиваль завершится 17 сентября концертом солистов оперы на театральной площади. Александр Виноградов, Юрий Рух, телекомпания «Круг». 28 августа впервые в Одессе в театре «Музкомедии» состоялся финал программы Международной лаборатории постановок молодыми режиссерами «Опендорс» в жанрах оперетто, мюзикл и рок-опера. Из 14 участников отобрали 5 финалистов. Молодые режиссеры удивляли зрителей и совет экспертов оригинальными идеями и своеобразными постановками. В финале программы Международной лаборатории «Опендорс» приняли участие Александр Спиваковский с постановкой «Плотея», Екатерина Зелинская «Кардобалет», Ролан Бонин «Жемчужина», Юлия Журавкова «Его высочество кролик» и Максим Булгаков «Странная история Джекила» и «Мистера Хайда». Молодые режиссеры из разных стран представили 20-минутные постановки на сцене театра «Музкомедия», которые отличались друг от друга не только высоким уровнем профессионализма, комедийностью, но и глубокой проблематикой, актуальной для общества. Я ставлю досить незвичную для театру музичної комедії роботу. Я ставлю французскую бароккову оперу Жанна Філіппа Рамо, оперу-балет «Плотея». Досить цікава проблематика, я головна героїня, дуже страшна кумедна водна німфа, жаба Плотея, яка хоче потрапити у інший вибір, у інший світ, вийти заміж одружитися на Юпітері, головному верховному ввозі. І все це весілля, притворне, удаване і несправжнє, за що вона потім платиться, тому що вона стає предметом насміху. Основна думка, як не стати посміховиськом у даному суспільстві. Я представляю найвеселий ескіз на цій лабораторії. Это опера-мюзикл «Его височество кролик». Причем это сьогодні мировая премьера. Это было моё предложение к автору закончить оперу, которую он уже начал. И он торопился как раз её завершить ко времени этого показа. Я очень благодарна организаторам конкурса и театру музыкомедии, и продюсерскому центру «Опен Дорс», потому что действительно мне удалось познакомиться с замечательным коллективом профессионалов. Такого рода конкурс ранее проводился в Театре юного зрителя, в Киевском театре «Опереты». В этом году Театр музыкальной комедии открыл двери для молодых режиссёров и присоединился к признанию новых талантов в Украине. Мы всегда экспериментируем. Мы известны как Театр эксперимента, и мы эту традицию продолжаем. В рамках такого международного театрального процесса, открыто называются «Открытые двери», мы включились в этот процесс и уже заканчиваем сегодня лабораторию режиссёров музыкального театра. Суть этой лаборатории – чтобы дать возможность молодым людям себя проявить. Это экстремальная работа и для наших артистов. Очень полезно. В течение шести дней группы артистов изучили очень сложный материал и спектакли, которые делаются 5-6 месяцев, и если поделить, если спектакль идёт 2-2,5 часа, мы показываем 20-минутный отрывок, который мы сделали за 6 дней. Сделали, одели, конечно, из подбора, конечно, из того, имеющегося у нас реквизита и декораций. В этом очень сложно, в этом есть экстрим, но мы, по-моему, все вместе, вместе с режиссёрами, очень хорошо с этим справились. По решению членов экспертного совета победитель будет объявлен 16 сентября и получит право на постановку спектакля в Театре музыкальной комедии в 2018 году. Наш выпуск новостей подошёл к концу. Далее информация синоптиков о погоде. Я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всём важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Хороших вам новостей, отличного настроения. Берегите себя и своих близких. Увидимся. На этом наш выпуск новостей подошёл к концу. Далее информация синоптиков о погоде. А я вам желаю только хороших новостей. До встречи. По прогнозу гидромиссентра Чёрного и Азовского морей, 30 августа в Одессе ожидается переменная облачность без осадка. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-16, днём 20-25 градусов тепла. Температура морской воды 18-19 градусов. Редактор субтитров А.Сёмкин